Саня, я твой голос узнаю даже по телефону. Говори так. Прекрасно. Леон Саныч, здрасте. Первый вопрос по следам исполкома. Вы обычно разговорчивый, обычно всегда идете на контакт с прессой, но вот после исполкома куда-то убежали, что случилось, что пошло не так? Саша, я никуда не убежал. Это так? Включить его? Слышно, да? Да. Я, во-первых, никуда не убежал. Про это произошло по одной простой причине. Я до последнего, скажем так, не был уверен, что меня исполкома твердит тренером этой сборной. Почему? Потому что пресса практически вся с января месяца педалировала вот эту тему. Румбутис назначен, Румбутис назначен. Меня уже кто только не поздравил уже, значит, до Нового года даже и после Нового года, значит, кто только не поздравил, что я уже главный тренер. И, знаете, вот эта такая шумиха, которая возникла, я посчитал, что ее надо как-то так, наверное, чуть-чуть спустить на тормоза, потому что, ну, ну, чересчур много моей скромной персоне этого внимания, значит. И я не был уверен, серьезно, я говорю, что я буду избран главным тренером. Почему? Потому что я, допустим, вот ты, Саша, член из полкома, и тут ты читаешь, Румбутиса назначили тренером, а ты должен меня утверждать. Думаешь, нифига себе, вот без меня меня женили. Поэтому, знаете как, я посчитал таким образом, если что-то кому-то что-то не так, не вживу, сделаю, прошу прощения. Я всегда, как ты говоришь, Саша, иду на контакт, я не отказываюсь практически от интервью, но тот момент, я посчитал, что это будет правильнее. Я понял, спасибо большое. А вдогонку туда вопрос. Вы говорите, исполком, члены исполкома, давайте по порядку. Савриан сказал после исполкома, что вот был Алексей Меркулов среди кандидатов, да, вот первый в прошлом году? Не только. Вот. И сказал, что его не не выбрали члены исполкома, не подтвердили его назначение. Вот, как вы в той ситуации себе вели, голосовали вы за Меркулова, против Меркулова? Ну, это было немножко не так. Это было на бюро исполкома, когда возникла кандидатура Меркулова там, по ходу была, возникла кандидатура Журовля, там Сиднева, Сиднева, значит, еще не помню, чья кандидатура, как бы, и я говорю, я тогда сказал, а почему я не могу быть? Ну, вот, короче, так оно, как бы, и возникло. Но, когда Январский исполком был, значит, тогда определили, что, значит, где-то к концу февраля, вот эта тема, к этой теме вернуться, и, как бы, Федерация берет на себя кусок работы, пообщаться со всеми. Значит, ну, а по ходу тут получилось так, что Журовель работает, Сиднев работает, значит, Меркулова почему-то, ну, как-то так, мне почему-то, значит, даже на первом бюро исполкома, ну, как бы, отменили вот эту кандидатуру, правильно, неправильно, время покажет, так что, вот, остался, получилось я, но еще раз говорю, я не ждал всего, не был уверен до конца. Я понял, сначала, это такой вопрос, чем, какими качествами вы лучшие вот этих кандидатов, потому что все-таки у вас в выборе, значит, наверняка вы лучшие. Ну, я не могу сказать, чем я лучше, наверное, пусть они скажут, чем я лучше, вот, но, когда печаталась таблица тренеров, которые там по 300-400 игр в ушей лиге имеют, значит, я позвонил в пресс-болу, говорю, а почему у меня там Динамо-Брест, когда та лига была еще в СССР, почему у меня, говорю, нету там 150-200 игр. Ну, короче, мне так было внятно объяснили, что это, типа, не высшая лига, и туда-сюда, значит, но это не высшая лига из этих команд, второй лиги, кем пополнялась Динамо-Минск, только из этих команд, то есть это нормально, потому, ну, у меня за плечами где-то больше 500 игр, то есть на таком хорошем уровне, значит, я не считаю, что я не способен что-то дать еще белорусскому футболу. До сих пор у меня сейчас есть идеи, которые, наверное, будем обсуждать в Федерации, как это сделать так, чтобы эта молодежь играла больше. Кстати, вот это лимитчики, которые играют в первой лиге, это моя, я давно это предлагал. Вот, и, кстати, неплохая идея, играют, и даже вот Жуковский, который в Исловиче работает, говорит, это очень правильно, то есть это его, как бы, мысль такая. Поэтому, я не считаю, что я, как бы, ну, себя исчерпал. Я понял, вы сказали, есть идеи, их достаточно, а можете рассказать, какие идеи? В следующий раз. Окей. Я понял, смотрите, можно продолжать, да? Это пока диалог. Да, да, да. Не пресс-конференции. Смотрите, Лидисон, еще есть такие разговоры, что вот Сао Ромбутис назначен главным тренером молодежной сборной из-за того, что у него очень хорошо знакомство с Афарьяном, да? То есть играете его в хоккейной лиге, в свое время вы привели его в Федерацию футбола. Вот насколько это чушь-не чушь, насколько это правдиво? Ну, наверное, знаете, может, я у него еще и живу, нет? Ну, это не знаю. Нет. Значит, ну, это чушь полная просто. Дело в том, что, как в предыдущей пресс-конференции была, Игорь Николаевич Крюженко сказал, футбол не устраивается работать по блату, или не играть по блату. Если я такой плохой, навряд ли, как бы, ну, я бы сидел перед вами. Я сидел бы в другом месте тоже, наверное, как вы, задавал вопросы. Я не считаю, что, скажем так, возраст определяющий. Да, я не молодой уже, как, раз, был, написал, вернулся дед. Но дед не по возрасту, а дед по прозвищу «Динамо Минзик». Посмотрим, Бренда покажет. Знаете, что лучше в мире? Самое красивое, что в футболе? Результаты игры. Развитут на табло. Посмотрим. Я понял, смотрите, ну, вы говорите, давно не работали. Ну, понятно, там, пять лет вы находились без активной тренерской практики. А как вы? Это вы просто не знаете, что это вы считаете. Ну, расскажите нам тогда. Не, не надо, это кто следил, тот знает. Кому я помогал, с кем я работал, что я делал. Давай, допустим это. А тогда такой вопрос. Вот Сергей Софриян сказал, что вы помогали женской сборной по футболу, городеи, вот, а как вы им помогали, какие это были советы, подсказки? Почему? И тренировочном процессе участвовал, и, скажем так, в некоторых случаях об определении составов, если меня об этом просили. Если меня просят помочь, я помогаю. Я же не стараюсь влезть и руководить тем. Нет. Если попросят руководить, я поруковожу. Потому, как бы, я не считаю, что я отошел далеко от футбола. Я уже в этом блиц-интервью сказал, что я же не таксовал. Понятно, но все-таки хочется узнать, какие вот именно были вещи из результата какого-то. Вот довольны ли вот тем процессом, что... Ну, конечно, маловато вот этого процесса, который происходил, маловато. Но, скажем так, за это время, что я не работал, я имел и ни одно, и ни два, и ни три предложения. Но они все не из Минска. Откуда? Из Эстонии, из Латвии, из Литвы, из Российской ФНЛ. Но я же не должен кричать об этом на каждом углу, правильно? Ну, интересно было бы сказать. Было бы круто. Потому, давайте... Я главный тренер молодежной сборной. А вот если вдоконку туда, то есть, почему все-таки не получилось нам ФНЛ, Эстония и остальное Минске? Ага, я понял. Хорошо, смотрите, давайте поговорим про это, может кто-нибудь другой, ребята, спрошит. А то действительно, наверное, какой-то диалог. Да, да, да. Сергей Фрозбол, Людий Сеонович, ну, понятно, что не таксовали, да? Но, тем не менее, опыт самостоятельный в качестве главного тренера все-таки у вас отсутствовал на протяжении. Это не станет проблемой? Нет. Бело в том, что то, что вбил я за, скажем, за 25-27 лет, работав себе в голову, вот это умение руководить командой, оно не выветривается. Оно остается. Просто я, скажем так, я не вижу проблем взять команду и руководить ее, особенно молодежкой. Ниже. Другое дело, что если вот сейчас надо было бы работать с клубом и начать здесь подводить вперед, мне бы надо было бы, ну, скажем так, чуть-чуть поднапрячься. И это совсем другое. Сборная это 7 дней. Вот это, слава богу, 7 дней. А в основном 4 дня. За эти 4 дня что ты можешь делать? Только объединить их в одну команду. Физически восстановить, но не потянуть. И определить лучших на данный момент. Вот это работа тренера сборной. У меня уже есть опыт, как бы, работы в двух сборных. Небольшой, правда. В Литве там больше полгода работал. И с Байдачным я 3 игры помогал вести. Поэтому, как бы, очень специфичная работа. Очень специфичная работа в сборной. Ты должен увидеть за день, за два, то, что тренер клубный смотрит неделю, две до игры. И тогда, сразу в составе, до первых матчей товарищеских несколько недель буквально осталось, да? Вот пул футболистов, которых вы просматриваете теоретически или... Я скажу, что мы сейчас уже, к чему мы уже приготовились. Даже когда еще не было ясно, кто будет главным тренером, значит, я для себя взял такое, как бы, ну, обязательство. Буду я, будет другой кто-то. Но надо подготовиться к мартовскому сбору, потому что он длится 8 дней. С 20 по 28. Это время очень дорого. Это новая сборная. В этом новом созыве надо уметь познакомиться с теми, кто в команде в этой будет играть. Значит, с 20 по 28 у нас ознакомительный сбор. Федерация пошла навстречу, дает право вызвать порядка 30-33 футболистов. Значит, до меня Сергей Сафарян договорился во время жребия, который был в Швейцарии, с литовцами сыграть. А я туда добавил еще латышей. И у нас, как бы, получится такой мини-турнир. 25-го мы играем 6 часов по местному в Вильнюсе, 6 с Литвой. 26-го мы играем другим составом с Латвией. А 28-го литовцы играют с латышами. То есть, такой мини-микротурнир. Дело в том, что за это время мы планируем очень большой объем информации получить об игроках. Значит, будет проведено и тестирование, значит, и узнаем, в каком состоянии функциональном они находятся. Значит, эти две игры, они дадут очень большую информацию. Потому что мы пользуемся им статом и очень много полезной информации. Ну, а потом уже вся работа будет вести с том, что кто как играет. То есть, начнется чемпионат. И первая лига начнется. Пока игроков из первой лиги в этом составе практически не будет. Почему? Потому что некоторые клубы начинают тренироваться в феврале, середине февраля. А то же Динамо, Батэ там начинают тренироваться в январе, в начале января. И готовность их, ну, конечно, выше. Потом основные игроки будут, это из команд высшей лиги, это из Батэ, из Минска, из Динамо, Минска, из Шахтера. Значит, из Славии, там пару человек из интересных. Ну, список мы где-то по числа 10-го опубликуем. Если вы их еще знаете, в свое время трибуна писала, сколько игроков есть молодых, которые 96-го и младше, которые играют в высшей лиге. Так туда дали всех этих самых легионеров, фамилии, там всех-всех-всех, туда россиян. Значит, их было 60 человек. Это те, кто сыграл хотя бы 4 минуты игру. Вот их было 60 человек. Ну, конечно, их меньше сейчас, потому что, как бы, нужны белорусы. Выбор не богатый, но я думаю, что есть из кого выбирать. Очень радует, как прогрессируют игроки Динамо, игроки Минска. Вот, сейчас очень много игрового времени имели игроки Батте. Это и Щербицкий, и Антелевский, и Березкин, и Джигера из Батте. И, как бы, ну, это очень радует. Самое главное, как они будут по ходу сезона идти. Этот созыв провел уже один товарищеский матч с украинцами в ноябре. Наверняка, что скажете о той игре, и по сравнению с тем составом вашим, там есть какие-то изменения? Во-первых, этот состав, это, как бы, лег основу того, что сейчас будет. Значит, я очень внимательно посмотрел эту игру. И могу сказать так, что в этой игре они сыграли с листа, но, я думаю, так же и украинцы сыграли с листа. У нас, у меня такое впечатление сложилось, что мы боялись играть, наши игроки боялись играть. Если брать статистику, то по передачам три раза они выше, по ударам три-четыре раза лучше украинцы. То есть, вот эта проблема наша, как бы, в этой команде надо, этим игрокам, в большинстве своем, надо менять, скажем так, отношение свое. Выбить из них вот эту боязнь играть. Они умеют играть. Неплохие пацаны. 96-й год, я считаю, как специалист, что он выше класса, потому что они уже, как бы, поиграли. Чем 94-й, кроме там Савицкого, который был, и Яблунского. Здесь игроки уже, которые тот же Бессмертный, по-моему, 17 игр в прошлом году сыграл, Шевченко там сыграл. А в том составе, ну, единицы. И когда я ездил руководителем делегации на последнюю игру со Словаками, Словении или Словакии? Да, Словакии мы, да, когда мы 3-1 проиграли, Крюши Ковалевич, Игорь Николаевич, он был вынужден чуть ли не полсостава вести с первой лиги, потому что те игроки, которые они еще были в высшей лиге, они не имели игровой практики. Игроками высшей первой лиги мы не обыграем ни Чехию, ни хорватов, ни греков, ни Молдаван. Будет очень сложно. Хотя турнир хороший. Первая лига. Какие у вас отношения с Ковалевичем и важно ли для вас общение с бывшим тренером молодежной сборной, быть с ним на связи? Мы с ним на связи и очень много, большое количество информации я получаю от него. Потому что от него помощника, который в предыдущем штабе работал, Олег Радушка, значит, и Саня Сулимова. То есть информации я не пришел на пустое место. Я сказал, что вот этих 17 игроков, которые вот они тоже здесь практически все будут вызваны на этот сбор, значит, это его отбор. Ну, в принципе, это, ну, как сказать, ну, нету пока лучше, чем вот эти, которые есть сейчас. Отношения очень добротные, так что никаких проблем я не вижу и самые искренние пожелания были. А вот то, что молодежная сборная на последние созывы не очень удачно выступили в предыдущих отборочных циклах, вот как, в чем вы видите главную проблему, да, что те лучшие времена, они уже позади далеко? Ну, конечно, сложно выступать, вспомните первую молодежную сборную, где играли Глеб, Калачев, значит, я общался, так очень плотно общаюсь, довольно-таки хорошо общаемся с Димой Малышем, с Малевичей. Тогда средний возраст, высшей лиги, был 21 год. Это самое крутое. Вот то, что каждого второго бери, он будет играть в этой сборной. Сейчас, конечно, он повыше, намного выше, да. Вот, и тогда игроки, как бы, там не надо было ездить по первой лиге, но они все на виду. Потом, 86-й год, который вот Сиваков, там играли Филипенко, да, тоже они все, Драгун тот же уже играл за молодежку, но он был капитаном Динамо Минск, правильно? А после этого, как 90-е годы, 92-й, 94-й, как отрезало. А причина, я считаю, в том, что подали с давлением прессы, довели количество команд до 12, по одной простой причине. Грубо говоря, 50 молодых игроков каждый год лишилось игровой практики. И стали, надо занимать первое и шестое место, седьмое и двенадцать, то там, то есть, все зависит от того, что ты займешь, какое место такое у тебя финансирование. Это стало очень большой проблемой для игроков молодых, потому что каждый хочет занять повыше место, а 20-летним, ну, навряд ли ты займешь выше место, чем 30-летним. Вот это, я считаю, проблема. 16 команд, это оптимально. Когда выходило в городе, в высшую лигу, когда Слуцк выходил, когда Ислач выходила, там, Крумкачи. Ой, что они тут будут делать? Я что-то не понял, что они будут. Что остальные будут делать? Те же Крумкачи Динамо Минск грохнули, и других команд обыгрывали. После первого круга вообще красавцами смотрелись. И сейчас те же Слуцк и Городеи, извините, очень добротная команда. Очень, Ислач, очень добротная команда. А вы уже со всеми тренерами высшей лиги переговорили после назначения? Со всеми. И только не говорил еще с Герасченко, потому что как бы не хотел бежать впереди паровоза, так как вы пишете, что Урунбутин назначен. Я еще был не назначен. Поэтому, если там играет один парень, интересный, Чмириков, значит, он будет тоже вызван на этот сбор. Вот только с Герасченко не разговаривал. В принципе, со всеми. Вот вы говорили, не таксовал, помогали другим командам. А каким еще образом вы поддерживали свою форму, скажем так, тренерскую? Может быть, какую-то литературу читали или смотрели? Ну, расскажите. Знаете, футбола столько много зимой на телеэкране. И если ты сидишь перед интересной игрой, которая проходит, и сидишь не просто смотришь, а сидишь с карандашом, ручкой и блокнотом, то информации у тебя достаточно. Я редко смотрю футбол как зритель. Я часто смотрю вот так. Интересно знать, какую команду вы выделяете сейчас в мировом футболе? В европейском. Мне нравится Тоттенхэм сейчас. Почему? Потому что играют две схемы. И три центральных, и два центральных. Значит, и еще очень нравится команда Хофенхайм. Молодой тренер работает, но который играет тоже тремя центральными защитниками, но центрополя там нету. Они центрополя со скоростью ракеты пролетают. Вот это мне нравится. Ну и значит ли это, что, возможно, вы в сборной будете молодежно эту схему применять? Знаете, когда мы определим готовность игроков, то есть, во что они могут играть? Есть, скажем, во что они могут играть? Я могу декларировать, что мы будем прессинговать. Но если у людей нету физухи, как ты попрессингуешь? И будем играть в контратаку. Если люди не бегут в контратаку, то невозможно это сделать. Я думаю, что у нас, если удастся наиграть две схемы, одна для домашней, вторая там, допустим, с игрой в Чехословакии и Хорватии, вторая схема, где ты даже можешь использовать трех центральных защитников, то это будет здорово. Это обязательно надо, потому что во главу угла стоит результат. Вот как сказал, самое красивое в футболе, это счет на табло. И в этих играх не надо ничего стесняться. Сборная Беларусь сыграла 0-0 с Францией, правильно? Кто помнит, как играли? 0-0. Вот и все. Если говорить опять же о национальной сборной, с Игорем Николаевичем Кривошенко вы общались, обсуждали в своем взаимодействии? Да. И к чему пришли? К чему пришли? Когда увидит он, какой уровень это молодежка, он это увидит в свою сборную, это ясно. Когда он увидит, какой уровень это молодежка, значит, и возможно ли оттуда кого-то черпать. Я вам не зря сказал, что в тех сборных тот же Драгон был капитаном Динамо, а сейчас этого нет. Но я вижу, что один фактор, за счет чего мы можем стать действительно хорошей силой, это мы должны стать командой. Это должны игроки. У нас должна быть такая атмосфера, что в эту сборную хотят все приехать и ждут вызова в эту команду. И когда они будут играть не только, скажем так, физически за эту сборную, но и душой, и телом, что называется, вот тогда у нас есть шанс куда-то пробиться. Я уже как-то напоминал, кто думал, что латыши выйдут на чемпионат Европы, кто думал, что эстонцы будут играть в переходные игры. Только за счет внутренних ресурсов коллектива. Вот такой вижу я сборную. Общий интерес к молодежной сборной сейчас есть. Вот мы видим, тут сидит 3,5 журналиста на матче молодежной сборной ходит. А кого половина? Три-четыре. Четыре, прошу прощения. А на четвертый сидит. На матче молодежной сборной не так много людей ходит. А там последние, а там 500-700 человек. То есть какой-то интерес вообще есть на ваш взгляд к молодежной сборной и как его повысить? Ну повысить это надо не через игры молодежной сборной, а через игры национальной сборной. К сожалению, у большинства у нас такой менталитет. Мы любим успешных. Сборная сыграла с Францией. Все, красавцы. Только с Люксембургом. Все, да вы чуть ли не враги народа. Так не бывает. Если бы так играли, то есть так болели в Англии, то после проигрышной игры, когда у Маурии в Чельце не получалось, там вообще не должно быть людей на стадион полный. Они болеют за команды, а не за успешных. Я хочу, чтобы вот это тоже у нас стало так. Но это доживем ли мы до этого. А в этой связи как вы относитесь к матчам, если они будут проведены не в Минске? Как в прошлом году были удачные примеры, там Слудск, где еще играли, я уже не вспомнил. Ну почему? Лучше играть в Слудске при полных трибунах, чем на тракторе, когда ветер гуляет. Главное, чтобы было поле хорошее, скажем так, и поддержка хорошая. Это не играет роли. Мы будем играть все равно в Беларуси. Или в Гродно, или в Бресте. Там, где нас будут поддерживать. Ну и еще один вопрос, такой по поводу одного футболиста. Очень интересно ваше мнение по поводу Виталия Лисаковича. Как вы его оцените? Знаете, вот прошел турнир здесь Кубок Развития. 2000 года парень там что-то пошустрил по флангу. И что? Он оказывается уже в Германии. Уже журналисты расписали так, что это Месси плачет, увидя его. Понимаете, тот же самый у парня, чтобы крышу не снесло. Очень интересный парень. Но вспомните, что он для Шахтера пока сделал. Он забил один гол. Правильно? Это что? И весь сезон лечился. Вот когда он будет свою десятку забивать, ну тогда да, он талантливый, очень талантливый. Но останется ли таким дальше? У нас уже есть такие примеры, когда люди талантливые, до предела талантливые. Вот они так и оставались, что называется, талантливыми до закончения игровой карьеры. Но не более того. И я не думаю, что это правильно, что мы... О, Лисакович, Лисакович. Да есть и другие. Как Лобановский сказал, талант — это 90% умений трудиться и 10% от Бога. Вот это талант. Знаете что, я хочу одну вещь еще вам сказать. Если вы не упрек, но как бы... Ну, я старше вас намного, да? Как бы наблюдение. Если вы будете помогать делать футбол вместе с нами, мы будем очень вам благодарны. Вы все были на конференции Игоря Николаевича? Кривушенко, да? Кто из вас пожелал удачи? Кто? Никто. Удачи, Лисакович. Спасибо. Напросился, да? Спасибо.